...степень террора, ответственности и населения, и власти, и разобраться с этим. Это чрезвычайно важно, моральный ресурс, или имморальная способность к имморализму. Потому что, ну, примите во внимание, что, хотя эта доля сокращается с течением времени на протяжении вот этой четверти, но все-таки от 30 до теперь 27% семей имели в прошлом репрессированных или расстрелянных, раскулаченных, спецпереселенцев, уничтоженных и прочих. Этот опыт никуда не мог деться, он вошел в национальный характер, в структуру отношений, в самосознание, в структуру отношений к власти. Поэтому изменение отношений к миру Ставина, мы рассматриваем, конечно, комплекс коллективных представлений именно как миф, такой коллективный миф, посредством которым люди объясняют прошлое, или происходит идентификация, как символ. Вот. Это очень сложная и очень интересная задача, которую, собственно, я отслежу. По этой тематике мы проходили и международные конференции, в частности. В Италии была большая конференция, он назывался на параболоскарте мифа Тур-Миссини, ну и в других местах. Поэтому, собственно, так интересно вот новые совершенно вещи, это сравнить отношения к Сталину и значимость этой мифологемы. Грузии, потому что это как раз область совершенно неизвестная. В отличие от других больших республик СССР, на Украине периодически проводится и наши коллеги с обменением всей информации. Ну, в частности, вот уже во время этого проекта я попросил нашу бюджетскую королевку задать пару таких вопросов, и, соответственно, есть возможность для сравнения. В конце февраля, вот перед годовщиной, 60-летия смерти Сталина, мы задали вопрос. А с чем у вас лично ассоциируется эта дата смерти Сталина? Это не первый раз выговорили. Ну и больше половины, 55% США однозначно ответили. Прекращение террора и массовых репрессий. Освобождение мистюрин миллионов невиданных людей. И только 18% назвали утра до великого учителя ЮАЖДА. Вот это, казалось бы, общее, такое, доминантное отношение к ЦССР. На самом деле, картина совсем не так однозначная и, я бы ее назвал, более драматичная. И более интересная. Когда мы первый раз задали этот вопрос, назовите... Нет, это вопрос, а стандартный, потом повторяющийся. Пого бы... Пого бы... Пого бы... Назовите 5-6 имен самых великих людей в мире, которые оказали влияние на происходящее. Можно было назвать кого угодно. И Мария уже приводила здесь... Потом мы это повторяли, примерно через каждые 5 лет. Такой вопрос и у нас появилась динамика в рамках этого проекта. И можно было видеть, как сменяются советские биологические ресурсы на националистические. Ну, в 89-м году на первом месте был Ленин, 72%. Затем Петр Первый, Маркс, Куркин и так далее, полгывающий Сталин. Ему попадал даже в десятку. Его назвали вот в таком качестве тогда 12% всего. Меньше, чем у многих других. И это было понятно. Почему? Потому что это было время перестройки. Время такой очень жесткой, резкой критики Сталина. Но крайне поверхностной. И на этом фоне, вообще говоря, часть опрошенных, не только в России, поскольку это было еще тогда... Наш центр еще тогда назывался Всесоюз, и можно было проводить опросы во всех республиках. Это вызывало сильное раздражение, потому что сама попытка привязать все проблемы Советского Союза, нарастающие также на раздражении, недовольственной системы Сталина, оно рассматривалось как явно неудовлетворительное, поверхностное и неадекватное. Но после крата Советской системы и начала реформ, отношение к Сталину начало меняться. Поддержка реформаторов сменилась на резкое недовольство ими, потому что наступило падение жизненного уровня и все прочее. И на этом фоне стали значимы, стали гораздо слышнее голоса полунистов, которые, в принципе, предлагали, так говорим, реванш политический. Но и, соответственно, примерно с середины 90-х годов мы начали фиксировать неедленный рост популярности Сталина как такой фигуры, оппонирующей реформатором и либералом. Уже отчасти я об этом говорил, но это было довольно заметно. Но особый рост начался именно с приходом Путина. и усилением такой тихой, неоднозначной пропаганды Сталина. Очень важно еще подчеркнуть, что мы имеем дело именно не с отношением к личности Сталина, а с целым комплексом представлений, мифов. Потому что значения, наполнения Сталина в каждую эпоху меняются. Это разные Сталины, которые возникают. Если в советское время он был один, великолепный учитель, то уже вот постперестроечная эпоха. Популярность Сталина стала связываться прежде всего именно с подступающим юбилеем Победы в 2005 году и подготовкой. Это была мощнейшая кампания. Фактически каждый день пролетели такие воензопатриотические фильмы, где появлялся Фаилер, Сталин, генералю Семис-Круб и раздалок нам. Вот это было показано. Вот значимость Сталина как победителя была чрезвычайно важна. Потом начали появляться новые обертонные интерпретации. Сталин эффективно менеджер и модернизатор, который сумел от столы России создать мощную супердержаву. То, что важно было, насколько именно к этому моменту началась эта риторика модернизации России на фоне статизации, растущей стагнации и так далее. И набор вот этих слоёв, семантических слоёв увеличился в образе Сталина. Но самое главное, что при этом оставалось и навязывалось через переведение это главный канал и механизм пропаганды, это, опять-таки, Мария уже об этом говорила, это образ абсолютно самодостаточной власти, безответственной перед обществом, хоронители всех коллективных символов, значений всего целого, национального, имперства, какого вы хотите. И одновременно полная дисквалификация, ничтожность объектного человека, молитвого человека. Вот в самом образе лежит уже обесценивание частной жизни частного человека и требования самопожертвования ради существования целого. Это крайне важно. И путинский режим очень активно этим использовал. Не навязывая просто соцфокульт Сталина, из-под тяжка вот такие вот значения мифа Сталина, они пронизывали и были чрезвычайно эффективны. Тем не менее, несмотря... Ну, вышло огромное количество книг по Сталину, таких апологетических шли... Да, и еще очень важно. Почти каждую неделю по российскому телевидению проходит тот именной сериал, в котором, никогда не центральный, но всегда на втором плане присутствует Сталин. Сталин с нами, Сталин лает, лает, Сталин там... Сталинские жены и прочее-прочее. Сталин присутствует в сознании и каждую неделю, вот методично, эта фигура навязывается общественному мнению. И, соответственно, закрепляется, как некоторая фигура антипод периода реформаторов, эти фигуры навязываются. Несмотря на все вот это давление, отношение остается крайне противомерчивым. Действительно, население принимает Сталина как великую фигуру и как организатора победы, прежде всего, с одной стороны. Но не признает цену вот Сталинской модернизации. Считая, что той ценой, теми средствами террора, реврессии, уничтожения собственного населения, создание суток державы не оправдывается. Но артикулировать вот эти настроения, ввиду домината и доминирования пропаганды, в общем, общество было не в состоянии. Поэтому мы фиксируем, и об этом уже шла речь, очень характерное такое раздвоенное состояние. Одни и те же люди говорят, что Сталин – мудрый руководитель, организатор победы и войны, и государственные преступники, которые не оправдали. Это не женофрения, это состояние двоймыслей, которое очень характерно для авторитарных режимов. Явная неспособность справиться с этим. Потому что попытки навязать, что репрессии касались только отдельных групп, реальных врагов или верхушки партийно-хозяйственной, они успеха не имеют, и население не признает. Напротив, настаивает, и по нашим вопросам видно, что репрессии касались всего народа, и это крайне важно. Ни одна группа, не выделемся при этом. Не в силах справиться с такой дилеммой, с такой моральной столкновением, адреволентностью, массовое сознание начинает вытеснять из памяти всю эту проблематику. И у нас, начиная с середины двухтысячных годов, появились все более частые ответы. Мы не знаем все правды о стране, мы тут не разобраться, кто прав, кто не виноват, кого нужно обвинять в этих преступлениях. Поэтому лучше всего забыть. Это дело прошлое, разобраться уже невозможно. Параллельно, на фоне вот такого отношения, растет индиферентность к самой фигуре Сталина и машины. И это очень заметно. Если бы в 2001 году безразлично, равнодушно относились к Сталину, меня это не интересовало, 12%, то в 2008-2010 году 38%, а потом 47%. При этом у молодежи, то есть той группы, на которую была направлена собственная пропаганда, эта цифра поднялась до 60%. Иначе реакции на навязывание было дистанцирование, отчуждение и потеря интересов, равнодушно. Это очень любопытный синдром, как у него с одной стороны моральная неспособность в смысле рационализировать проблему, а с другой стороны очень характерная реакция вытеснения прошлого, травматического прошлого, с которым общество, люди не в состоянии справиться, заберение его. В каком-то смысле можно сказать, что это на фоне особенной пропаганды, это забалтанное прошлое. Особенно вот именно на фоне тех телесериалов «Сталин вайф» или «Сталин с нами», где идет гламоризация всей проблематики террора и Сталина, происходит вот это забудение. Как раз, ну, Тинатина уже говорила, здесь как распределяется, эти распределения характерны для всех стран, которые в большей или меньшей степени. В Грузии они в меньшей степени, но, в принципе, и в России, и в Украине, и в Украине там еще региональные, очень-то существенные различия, и в Азербайджане примерно на дне и те же. Сталин сохраняется, вот по отношению к позитивной отношению, и в мире Сталина сохраняется в тех средах, которые ограничены в своих культурных и интеллектуальных ресурсах. То есть, менее образованная среда, пожилая, сельская, бедная. И напротив, в столице, в международном городе, где более развитая инфраструктура, где культурный капитал выше, там нарастает критичность. У молодых образованных, если соединить эти характеристики, то у молодых образованных в Азербайджане, конечно, преобладают негативные отношения. И напротив, у Паджимых совершенно другая. Можно сказать, что это коррелирует с низкой самооценкой, с низким представлением о человеческой жизни. Такое вот признание Сталина означает, собственно, низкий оценок и других, и самих себя. И напротив, с повышением ценностей человеческой жизни, с накоплением социальных ресурсов, человеческих капиталов, растет неприятие и Сталина, и авторитарность режимов подкакалых независимых стран. Ну, на этом я бы закончил. Отметим только две вещи еще. Это, безусловно, нарастающие требования реабилитации всех жертв в проведении политики десталинизации. Об честном мнении, здесь однозначно в России выступает однозначно за продолжение примерно 75-80% поддерживают все мероприятия для десталинизации. Но, одновременно, люди не знают, как это делать. Понимают, что власти это не будут делать. И вот в такой двойстве это один, мне кажется, важный вывод. Второй, я уже говорил, вот эта моральная неспособность советского, постсоветского человека рационализации прошлое и самих себя, тоже очень важный, на мой взгляд, вывод. И третье, это то, что сохраняет отношения Сталина и обеспечивает поддержку авторитарных режимов, это, я бы назвал это технициальным, терромом, который иногда используется в исследованиях тоталитаризма, фасцинации зла, привлекательности обаяния зла, с сочетанием символов, мифов, коллективного деличия, снасти неразрывности этих вещей, которые, вообще говоря, блокируют возможность понимания рационализации и прошлого, и собственного состояния. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. субтитры, 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 Я не помню. Я очень приятно чувствую себя, чтобы это было очень сильным. Исправно, когда стали, мы говорим, что в этом году мы сняли, что мы сняли, что мы сняли, что мы не говорим, что мы сняли, что мы сняли. Generation Zagückel Казахстан. Каждый год, в то время catах был самым попутся с нами, Когда он был властью, крутится его главный режиссёр, он был попросив egoistic, на 5 минут, я не мог случиться этого6, он был вłosôm 10 лет, который когда он был в аэрохождении, он был 6 лет назад и не был вконтакте монументом. У него появился мультиплемы. Он был в этом мультиплеме, он был в порядке, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok